Участницы конкурса «Мамочка-люберчаночка-2022» организованного сообщества «Мама офлайн» побывали в гостях у телеканала ЛРТ. Девушки окунулись в мир телевидения, узнали, как снимают и монтируют сюжеты, посмотрели работу ведущего в кадре и, конечно, примерили его образ. Эмоции и впечатления от увиденного в нашем следующем материале. Хочу поздравить всех с 8 марта, с прошедшим праздником. Ну как, все отметили? Да! Визиты активных жительниц городского округа на телеканал ЛРТ уже стали традицией. Знакомство с закадровым миром Люберецкого районного телевидения началось с аппаратного вещания. С помощью этого оборудования сигнал поступает в наши с вами дома. И мы с вами имеем возможность смотреть фильмы, программы, сериалы. Кто вообще смотрит ЛРТ? У кого есть дома канал? Все смотрите? Отлично! Больше всего молодые мамы любят смотреть на ЛРТ новости, поэтому мы подробно рассказали, как они создаются. Первая точка – редакция. Именно здесь рождаются идеи и тексты, обсуждаются темы для сюжетов. Корреспонденты работают в полях. На месте – шеф-редактор и ведущий. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Вопросов к ведущему у гостей оказалось много. Большинство из них коснулось подготовки перед выходом в прямой эфир. Если лицо телеканала тебя смотрят и уже тебе воспринимают, что и как здесь происходит, мы поговорим. Поэтому настраиваются, приходится элементарно, с той же самой дикцией работать элементарно, чтобы там где-то не засмеяться, потому что новости разные тоже бывают. А в соседнем помещении – монтажная студия. Здесь собирают итог работы оператора и корреспондента. Это заключительная часть создания новостного сюжета перед выходом в эфир. Что такое закадровый текст и как его начитывают участницам экскурсии, тоже показали наглядно. И предложили самим озвучить телевизионный текст. О, как прикольно свой голос слышишь. Но больше всего девушек впечатлила студия. Они увидели работу ведущего по ту сторону экрана, узнали, как устроен хром-окей и тяжело ли читать суфлера. Спасатели из Всероссийского общества спасения на водах наглядно продемонстрировали оказание помощи людям, провалившимся под лед. Подробнее в нашем сюжете. Побывав хоть и в шутку, на месте телевизионщиков гости признали, что работа на телевидении – дело ответственное. Самое интересное, конечно же, в студии происходит. Очень здорово нам показали, как происходит запись. Если посмотреть кухню, как происходит, как готовятся новости, как все снимается, пробовать себя перед камерой, посмотреть себя на экране, было, конечно, очень интересно. Такой опыт девушкам как нельзя кстати. Скоро им предстоит выступление перед большой публикой. 19 марта состоится финал ежегодного проекта «Мамочка-люберчаночка». Команда телеканала ЛРТ надеется, что маленький опыт, приобретенный здесь, поможет конкурсанткам справиться с волнением.